Напряжение возрастает, груз ответственности очень большой. Победа над Десной на выезде прервала семимачевую серию без виктории. Теперь важно эту позитивную волну продолжить, считает в тренерском штабе моряков. Усложняет задачу возможный сговор соперников против одесситов в пользу Арсенала. Мы не так просто набираем очки. А если мы возьмем наши соперники Арсенала, там уже ситуация другая. Потому что не все команды играют на полные обороты против Арсенала. Есть команды, которые просто им помогают. И они забирают свои очки. Не так. Несправедливо, могу сказать. Перед игрой в Чернигове команда наведалась святому отцу Андрею Кирлику, который больше 10 лет назад был капитаном моряков. Это мероприятие сплотило игроков. Да, тренерально сповели церковь. Я считаю, что это было правильное решение, потому что удача была в этой игре на нашей стороне. Я думаю, что мы, может, соберемся еще, пойдем все команды в церковь еще раз передыгрывать с Арсеналом. Потому что нам эта игра будет очень важна. Поэтому будем собираться. Мы показали свой характер. Мы показали, что мы можем бороться за премьер-лигу. Что мы можем выигрывать. И все пацаны показали свой характер. Все зубы. Все выкладывались на все стопы. Поэтому и доказали всем болельщикам надеяться, что мы можем бороться за выживание. Лучшим игроком тура стал первый исландец в чемпионате Украины Арни Вильхамсон. В матче с Дисноу он отметился дублем и увеличил свое количество голов за моряков до трех. В Одессе его пока все устраивает. Я очень рад. Я очень рад. Это очень красивый город. Я требую играть, чтобы играть в футбол и иметь хорошую жизнь. И я очень рада, чтобы пришел сюда и играть. Это был очень-очень красивый. Несмотря на победу, два мячи Одесситы пропустили со стандартов. При этом из-за перебора карточек игру с Арсеналом пропустит Рыжук. Еще шесть игроков висят под угрозой дисквалификации. У них под три горчичника. Как могу объяснить их, как могу сказать, что когда команда и некоторые игроки делают персональные тактические ошибки. Это боевая, это везде в мире. И тогда мы теряем очки из-за таких тактических ошибок. Вы знаете, как мы проиграли некоторые игры, но самое главное, что команда шла вперед. Я думаю, что она прибавляет. Зато после травм вернутся лидеры Голиков, Оржанов и Гошкадеря. Кто из них будет в основе, пока загадка. Но теперь у Червенкова больше вариантов. Главное, что матч с Киевлянами будет даже не за шесть очков, а больше. Команда играет одинаково, могу сказать, в тактической схеме и, в принципе, как стил играет. Но я вам сказал, они не набирают очки так, как мы. Потому что я вижу, как они забивают голы. Они против нас забили гол после игры рукой. Против Карпаты тоже так забивали, но никто это не отмечает. Есть и другие моменты, которые им просто помогают сейчас. По-моему, это несправедливо. После арсенала у одесситов будет выезд к Олимпику, домашняя игра с Карпатами, выезд в Полтаву и закончить чемпионат они дома с Десной. Дмитрий Богомолов, Наталья Довбыш, телеканал Репортер.